друзья всем привет и в этом видеоролике мы с вами не будем говорить про скидки на автомобили мы не будем делать обзор на автомобиль но мы затронем не менее важную тему эта тема недвижимости все те кто давно подписан на канал или недавно подписался друзья я люблю снимать я люблю снимать на разные темы поэтому на нашем канале выходят темы про автомобили обзоры скидки все что с этим связано когда мы летаем путешествовать про путешествие и в тот же момент мы начали снимать серию видеороликов про недвижимость все ссылочки на предыдущие подобные выпуски будут в описании в данный момент мы с вами находимся на юге москвы это район царицыно кантемировская вокруг нас есть квартиры которые были построены еще в советские времена и многие из вас скажут то что у меня точно такой же дом или же если речь заходит о недвижимости я бы никогда не купил бы себе квартиру в таком страшном доме на секундочку напоминаю однокомнатная квартира в этом районе начинается по цене примерно пять с половиной миллионов рублей двухкомнатная квартира обойдется 7-8 с половиной миллионов рублей 8 с половиной тире 10 миллионов это будет трешка все что выше конечно такие квартиры можно найти будут лучше планировки будут лучше дома будет в общем немножко немножко но лучше в силу того что мы находимся в столице нашей страны говорить о том что такие районы здесь плохая инфраструктура она не развита но это не совсем правильно естественно в шаговой доступности здесь есть детские сады есть школы есть магазины есть метро есть парки здесь есть все пожаловаться на что-то грех почему я здесь живу я это прекрасно знаю конечно же как и везде могут быть проблемы с очередями школы с очередями в детский сад но такое бывает везде и несмотря на то что в столице большая проблема с паркингом на самом деле в каждых таких двориках всегда есть свое укромное местечко до вечером иной раз приходит покрутиться но как только ставят шлагбаума во дворах появляются различного рода кооперативчики то есть за нашей спиной это гараж куда можно поставить автомобиль тем кто успел не каждому тем кто успел друзья по большому счету от действительно вот в городе ты чувствуешь то что ты живешь в городе москва это не россия с этим полностью согласен потому что здесь каждый день моют дороги по три-четыре раза вокруг нашего дома их намывают выносят мусор в общем делают все что нужно я живу чувствую себя комфортно мы сейчас с вами переместимся совсем на другой конец москвы это север вот точно такой же райончик только на севере москвы но там расположены новостройки которые уже сданы в которых уже люди активно покупают квартиры и эти квартиры комфорт плюс что это такое мы сегодня вместе с вами узнаем для всех тех кто считает то что везде всегда во всем реклама рассказываю туда мы приедем своим другом с кем я учился в университете который там сейчас продает эти квартиры благодаря ему у нас будет возможность там походить поснимать поговорить о ценах в общем этот сюжет будет полезен нам с вами поэтому в благодарность моему другу я оставлю ссылочки и контакт на него в описании если вдруг кто-то из вас захочет прикупить себе квартирку конечно же обращайтесь но в любом случае это будет интересно поэтому присаживайтесь поудобнее и мы в одно мгновение перемещаемся в новостройки поехали казалось бы прошла одна секунда мы уже перемещаемся в следующий день на улице плюс 2 градуса начинает идти снег друзья за моей спиной новый жилой комплекс летний сад вот мы находимся от мкада на самом деле с одной стороны не так далеко но мы находимся самое главное на территории москвы то есть мы в пределах кольца и это очень важно вот покажи пожалуйста одной стороны смотрите вот обычные дома стоят точно такие же которые мы только что видели с вами на юге москвы в царицыно здесь квартирка будет стоить попроще а здесь квартирка будет стоить подороже сколько чего вот пойдемте на территории я вам все детально расскажу и самое главное покажу пойдемте показываю все как есть вот смотрите вы можете сами сейчас наблюдать кадры скуптора что идет этап строительства Некоторые дома уже давным-давно сданы, естественно, есть серии, которые на этапе сдачи. Факт в том, что здесь уже люди живут. Вот посмотрите, пожалуйста, вокруг, да, казалось бы, парковочные места. Здесь есть один значимый, просто огроменный плюс. Под каждым из этих домов есть подземный паркинг. Этот подземный паркинг сделан так, что ты, когда заходишь в лифт и нажимаешь, например, на парковку, и лифт сразу опустится на парковку. Вот в этом плане это очень удобно, потому что есть такие дома, а ты выходишь прямо на нулевой этаж, потом обходишь дом, куда-то заходишь. В общем, друзья, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы с вами нажимаем на минус первый этаж, и мы, получается, спускаемся на цокольный этаж, где у нас находятся парковочные места. То есть представь, ты утром проснулся, за окном дождь, твоя чистенькая машинка ждет тебя здесь. Друзья, ну разве не красотища? Вот сейчас здесь температура воздуха, я думаю, градусов 15, наверное, есть точно. То есть чисто, пожалуйста, ты приехал, ну, блин, друзья, есть смысл вообще рассказывать о том, что парковочное место в доме на минус первом этаже, это вообще красота, особенно для такого мегаполиса, как Москва. И даже если бы это был не мегаполис Москва, а любой другой город, когда в доме у тебя есть парковка на первом этаже, ну это вообще круто. Естественно, как и везде, изначально, когда на этапе застройки все происходит, и квартиры стоят дешевле, и те же самые парковочные места. Тогда уже говорили, что одно место будет стоить 1 миллион рублей. Сейчас вот эти парковочные места уже стоят по 1,5 миллиона рублей. А теперь посмотрите по сторонам. Стоит Volkswagen Polo, стоит Patrol старый. Цена парковочного места гораздо выше, чем цена автомобиля. Вот иной раз, когда я приезжаю в такие жилищные комплексы, я вообще просто не понимаю, откуда, как вообще это возможно. Ладно там какая-то их шестая стоит, но иной раз смотришь по сторонам, вот продуман на Тойоте, пожалуйста, у него на одном парковочном месте, я так понимаю, и мотоцикл, и Тойота, если я не ошибаюсь. Вот обратите внимание, раз, два, то есть условно 2,5 метра, даже 2,20, наверное, на 3 метра полтора миллиона рублей. А теперь напишите в комментариях, что бы вы могли купить в своем городе за полтора миллиона рублей. Допустим, в Кашире, я знаю, в деревнях, в некоторых, то есть жилищные дома там по 5 этажей, полтора миллиона, то можно купить квартиру. Здесь же ты, получается, покупаешь себе просто пространство для своего автомобиля. Как вам такое? Мы с вами находимся рядом с жилищным комплексом, и мы отправляемся смотреть первую однокомнатную квартиру. Друзья, вот самый главный вопрос, вопрос цены. И сейчас я вас слегка шокирую. Ну а шокирую я вас, конечно же, ценой. Один квадратный метр за однокомнатную квартиру в этом достроенном доме стоит 190 тысяч рублей. Самая маленькая однокомнатная квартира здесь 32 квадратных метра, что получается в деньгах примерно 6 миллионов 100 тысяч рублей. И вы скажете, слушай, ты только что показывал вторичку с такими же примерно ценами. Да, но вы не забывайте, что здесь квартиры без чистовой отделки. То есть, когда вы будете заходить туда и делать ремонт, ну, друзья, как минимум пару миллионов рублей за хороший ремонт вы отдадите. В эту цену войдет все. Покупка кухни, покупка техники, мебели. В общем, сделать хорошо. Таким образом, уже 8 миллионов рублей, плюс сопутствующие расходы, время. В общем, нужно не забывать о том, что квартиру нужно довести до ума. И вы скажете, о, все, расходимся. Не спешите, друзья. Задача этого ролика вам просто показать, что такое комфорт плюс. Покупать, не покупать, вы решите сами. Более того, не нужно думать, да, что в этих домах покупают одни богатые люди. Люди берут ипотеку. А ипотека это дело интересное. Рассказываю вам простой пример. У меня есть знакомый, который взял ипотеку. 9 миллионов рублей на 25 лет по 50 тысяч рублей в месяц. Как вам такое? Каждый раз, когда я его вижу, он ходит, вздыхает. Все почему? Потому что за 25 лет он переплатит 6 миллионов рублей. То есть взял 9, отдаст 15 миллионов рублей. Вы должны не забывать о том, что в Москве квартира изначально стоит дороже. То есть моя квартира однокомнатная стоит 7 миллионов рублей. Если я ее продам, то мне, по сути, нужно брать 3-4 миллиона рублей в ипотеку. Если бы я жил в однокомнатной квартире в области, где она стоила бы 2-3 миллиона рублей, соответственно, мне нужно было бы брать больше. Плюс ко всему, вот вы скажете, да такие бешеные цены. Друзья, это еще не бешеные цены. Это нормально, адекватная цена для Москвы. И посмотрите самое главное. 22 этажа, сколько корпусов. И они, вот, люди строят ремонты, делают ремонты. Люди покупают квартиры. И вы поймите правильно, я не какой-то там 15-летний мальчишка, у которого розовые очки на глазах. Нет, я прекрасно понимаю, как по стране живут люди. Я прекрасно понимаю, какая обстановка, какая ситуация происходит в нашей стране, в нашей экономике. Я прекрасно понимаю, что люди живут в месяц на 15 тысяч рублей. Но у меня вопрос, кто все эти люди, кто покупают квартиры в этих новостройках? 22 этажа, один корпус. Здесь очень много квартир. И самое удивительное, что 80% квартир здесь распроданы. То есть мы общаемся, дальше будет интервью с жительницей этого дома, которая живет там относительно недавно. И она говорит то, что когда мы заехали, парковочное место стоило около миллиона рублей. И знаете что? Они не успели купить парковочное место, потому что они все были распроданы. Им пришлось купить парковочное место за миллион рублей в соседнем корпусе. Вот вам, пожалуйста, картина. И это один комплекс по Москве. Таких комплексов очень много, которые строятся, которые сдаются. То есть люди покупают. Мой друг, который продает здесь квартиры, говорит, каждый день люди звонят, каждый день люди приезжают, смотрят квартиры. Интересуются однушками, двушками, трешками, четырехкомнатными квартирами. Вот вам, пожалуйста, реальная картина. Но пойдемте в любом случае посмотрим, как выглядит та самая однокомнатная квартира в Комфорт Плюс. Мы с вами заходим в подъезд. Друзья, на самом деле, когда заходишь в подобного рода жилые комплексы, можно подумать, что мы пришли даже не в подъезд. Вот здесь, по идее, у них будет находиться консьерж. То есть видите, сейчас идет на самом деле этап до делки. То есть показываем, подчеркиваю еще раз, как есть. Факт в том, что все сделано очень красиво. То есть ты вспомнишь свой подъезд. Я вспоминаю свой подъезд, заходишь, то есть подъезд, так подъезд здесь же, какой-то, знаешь, вестибюль в театр пришел куда-то. Вот, пожалуйста, чистенько, аккуратненько, три лифта. Где мы с тобой находимся, спросишь ты, мы с тобой находимся в лифте. И кто-то скажет, чего это вот этот лифт? Друзья, это на самом деле просто обшивка, все закрыто, потому что, ну, объект достраивается, доделается, поэтому будет все чистенько, аккуратненько. Вот эта фирма называется Otis. Для нас с вами это ни о чем не говорит, но на самом деле фирма Otis это очень крутая фирма. Это из серии, как, знаешь, немецкий автомобиль, там, Mercedes, BMW. То есть это продвинутый уровень. Во многих дорогих домах вот именно такие лифты и делают. Мы с вами добираемся до первой квартиры. Это однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра. Друзья, один квадратный метр стоит 190 тысяч рублей. Таким образом, ценник квартиры 7 миллионов 980 тысяч рублей. Практически 8 миллионов. Смотрим, что мы за эти деньги получаем. Открываем дверь и вот вам, пожалуйста. Первое, что нас встречает, это, естественно, коридор. С левой стороны у нас идет совместный санузел, то есть здесь ванна плюс туалет будет. Дальше, смотрите, сюда мы заходим. У нас здесь получается комната. В комнате есть уже гардеробная отдельная. То есть все ваши вещи можно будет красиво убрать. На самом деле гардеробная довольно-таки большая. Вот подчеркиваю, я живу в старом доме. У меня тоже была когда-то встроенная гардеробная. Она была очень маленькая. Здесь же ты, смотри, в полный рост можешь зайти, повесить все свои шмотки, потолки высокие. То есть переодеться, собраться, выйти. На данный этап у этой квартиры есть, с одной стороны, один минус. А это именно вид из окна. Вот подойди, пожалуйста, поближе. Покажи ребятам, что они могут увидеть сейчас. И они скажут, чего комфорт плюс, да как такое возможно. Вот такая промзона. Но это на самом деле, друзья, промзона, которая относится тоже к жилищному комплексу. И в ближайшие годы это все сломают. И здесь будет уже у нас, получается, детский сад. Вот чтобы вы просто понимали, да, потому что мы находимся здесь, когда все идет еще на этапе строительства, благоустройства. Народа полно, рабочих полно. Люди трудятся. Это не так, что мы здесь ходим и никого нет. Вот мы в этом доме с вами находимся. Вот так вот здесь рядышком будет эта школа находиться. Вот так вот это будет все облагоустроено. То есть, сами видите, вот там картинка-то совсем другая. И вы должны понимать, что земля здесь, на территории Москвы, это бешеные деньги. Такого, чтобы это забросили, когда уже 80% жилищных комплексов продано. Но вы сами понимаете, естественно, такого быть не должно. Хотя не забывайте о том, что всякое бывает. Вот в частности другие, например, жилищные комплексы, которые я вам показывал. Вот у меня рядом с домом в Царицыно. Он заселен, но там почему-то что-то пошло не так. В общем, люди недовольны. Здесь же, общаясь с жильцами, вот мы в лифте передвигаемся, все говорят, класс, заезжайте, будем рады новым соседствам. Вот эту стену однозначно можно сломать, у тебя получится студия. Почему? Идемте. Передвигаемся, 42 квадрата, подчеркиваю, здесь у нас кухня. И кухня, я вам скажу так, тоже действительно большая. Вот во многих однокомнатных квартирах они гораздо меньше. Здесь же, да, получается, допустим, вот, кухонка идет, все, вытяжка здесь, можно готовить. Можно арочку сломать, все, там, раз, вышел, зашел. Ну, комфортнее будет. Опять же, балкон есть, смотрите. Вы спросите, а где вторая дверь? А вот мы тоже спрашиваем, где вторая дверь? Вопрос будет решен, потому что кто-то, видимо, ее унес. Смотрите, ну, места полно, согласись, вот ты селся такой. Многие любят кальяны. Кальяны плохо, вредят здоровью, знаешь, такой силы, в окошко сидишь, там, что-то тебе там, картошечку жарить с котлетами. В общем, факт в том, что действительно квартиры видно и чувствуется, что уровень другой, что пространство больше. Не забываем про потолки, но места полно, то есть, соответственно, кислорода будет больше, можно полочек навешивать. В общем, фантазия ваша может гулять по полной программе. Всем, кто не подписан на наш канал, это нужно сделать прямо сейчас, потому что в следующем подобном ролике мы разберем тему мошенничества с недвижимостью. Я выделю на это 15-20 минут только полезную информацию. Я вам расскажу топ-5, топ-7 примеров того, как людей обманывают. О-хо-хо, друзья, поверьте, есть что рассказать, вы просто-напросто будете в шоке. И самое главное, предупрежден, значит вооружен. У кого еще нам взять интервью, если это жилищные комплексы, где очень много детей? Знакомьтесь, это Артемий. Артемий, привет. Здравствуйте. Слушай, расскажи, пожалуйста, давно здесь живешь? Ну, где-то почти два месяца. Два месяца. Артемий, расскажи, пожалуйста, что тебе здесь нравится? Детская площадка. Вот раньше я знаю то, что ты жил в Москве, просто в стареньком доме условно, правильно? А сейчас ты живешь в новом. Что тебе здесь нравится? Площадка, ну, супермаркеты. Квартира больше стала? Да. Нравится в квартире? Подъезд? Чисто, аккуратно? Ну да, чисто. В магазин ходишь за продуктами? Ну, иногда с мамой хожу, да. А в садик ты ходишь или пока еще не ходишь? Садик нет, я сейчас в школу хожу. А, ты уже в школу ходишь? Уже в первый класс? Ничего себе, да ты у нас взрослый парень. Ну и как, школа далеко от дома? Ой, да, далеко. Ну, вот здесь есть парк, и в конце этого парка, на другом конце парка где-то. А ты знаешь, да, то, что здесь в ближайшее время будут сейчас строить, и у тебя школа будет прямо под домом? Угу. Ну, как тебе? В целом тебе райончик? Кто-то нравится, потому что ты переехал, все яркое, цветное, особенно ты у нас еще пока парень молодой, тебе это привлекает, правильно? Друзья есть уже новые, с кем здесь живешь? Ой, ну да, есть мальчик, девочка там. Я понял, ну давай, Артемий, живи, наслаждайся. Угу. Какой минус, например, я вижу в подобного рода новостройках? Это то, что когда люди заезжают, естественно, начинается ремонт. Но здесь тоже есть свой плюс, потому что многие застройщики это продумывают. На этаже у вас получается 4 квартиры. Естественно, это может быть однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная квартира. Пока все это строится, идеальный вариант, естественно, когда вы подобрали себе квартиру так, что вот все купили, а здесь на этом этаже уже все выкуплено. Соответственно, сейчас потихонечку люди сделают ремонт, все, дальше ты будешь в выходной день свой спать с комфортом, потому что ты не будешь слышать этого дррррррррр. Мы с вами переходим к двухкомнатной квартире. За этой дверью 65 квадратных метров. Цена одного квадратного метра 180 тысяч рублей. Если быстро посчитать по калькулятору, друзья, цифра будет 11 миллионов 700 тысяч рублей. Вот такая цифрака. Пойдемте посмотрим, что вы получаете за эти деньги. Заходим с вами. И в первую очередь, конечно же, нет чистовой отделки. Это нормальное явление, потому что в новостройках, как правило, всегда будет вот так. Если будет чистовая отделка, соответственно, ценник сразу будет выше. Но, показывай, пожалуйста, проводка уже идет, то есть все уже делается, то есть все подготовлено. По большому счету, вот вы правильно скажете, и сколько же денег-то нужно, чтобы вот эту двушку в 65 квадратов отделать. Когда я делал ремонт в однокомнатной квартире, я вложил в нее под ключ 2 миллиона рублей. Вот я вот так же все сломал, и потом все это сделал с мебелью, с кухней, с телевизором. Естественно, можно сделать это подешевле, потому что можно поставить попроще кухню, можно сделать попроще ремонт. В общем, друзья, здесь на вкус и цвет и на ваш кошелек. Но я скажу вам так, что вилка, вот отделать такую квартиру, я думаю, это 2-4 миллиона рублей. Чтобы сделать хорошо, естественно, если вы хотите, чтобы у вас был золотой унитаз, а я думаю, вы этого не хотите, можно там перепрыгнуть за эту цифру еще дальше. И появился свет. Здесь у нас находится ванная комната, здесь у нас туалет. То есть это раздельно. По вашему желанию на этом этапе, естественно, вы можете все это дело объединить здесь, кому как больше нравится. Проходим чуть-чуть дальше. У нас здесь появляется кухня. Кухня довольно-таки большая, но с одной стороны, естественно, кто-то скажет, да не так хорошо, что она большая, и будет прав, потому что можно и побольше кухни увидеть. Факт в чем? Вот эта стена, ее можно сломать. Можно сломать полностью, можно сломать частично. Тем самым вы зал объедините с кухней, у вас появится такое большое пространство. На мой взгляд, это реально круто. Здесь ты готовишь, там у тебя телевизор, там у тебя диван, там твои дети, жена, друзья, неважно. Обратите внимание, мой рост метр восемьдесят шесть, а потолки здесь очень высокие. Это как раз-таки характерная черта жилищных комплексов комфорт плюс. Зал, прихожая довольно-таки большая. Здесь, естественно, можно понаставить всего, что вы хотите. Следующая комната у нас идет, это зал. Тот самый зал, который, ну согласитесь, друзья, на самом деле, вот самая тема, его объединить с кухней. Таким образом, места здесь будет просто много. Вот иди, пожалуйста, поближе и покажи, какой вид. Вид у вас из окна открывается во двор. С одной стороны, это один большой плюс, почему? Нету шума от дороги. Несмотря на то, что мы живем на 22 этаже, почище воздух, вид на двор. Когда все это достроится, будет чисто, аккуратно, бегают дети, вышел, смотришь, где там твой. Ага, вон, вон он бегает там, играется, знаешь, с другими друзьями. Двигаемся дальше. Здесь у вас идет отдельная гардеробная. Естественно, можно ее сделать под гардеробную, под прачечную. Кто-то такие вещи переделал под какие-то маленькие свои кабинеты. Здесь уже ваша фантазия. У нас идет комната отдельная. То есть, допустим, если у вас есть дети, естественно, здесь, скорее всего, будет жить ваш ребенок. Кайф в том, что он получит себе балкончик. То есть, здесь можно выйти на лоджию, которую можно переделать как раз-таки под рабочее место. Сюда поставить компьютер. Ты сидишь, тут раз, наслаждаешься видом отопления. Все это без проблем. Друзья, вот такая квартирка у нас получается. Подчеркиваю, 11 миллионов 700 тысяч рублей. Естественно, все, что находится возле дома, вся прилегающая территория, здесь вы можете автомобили ваши ставить бесплатно. Но, как и в любом таком жилищном комплексе, вечером после 10-11 часов вы места свободное не найдете. Особенно, когда это все застроится полностью. Сейчас народ приезжает, кто-то приезжает по работе, ставит машины. Факт в том, что проблема с парковкой будет. И я вам не сказал одну важную вещь. Что в паркинге можно, естественно, взять место в аренду. Но здесь ценник уже как договоритесь. То есть, ценник будет, я думаю, тысяч 7, 10, 15. Ну, сами понимаете, человек купил, он вам может сказать и 50 тысяч в месяц. Факт в том, что нужно договариваться, либо же покупать его за полтора миллиона рублей. 1499, 1500. Друзья, что я вам хочу сказать. Понятное дело, вы многие скажете, слушай, Диман, ну куда ты нас привел? Это же такие большие деньги. Я с вами полностью согласен, я прекрасно все это понимаю. Но факт в том, что, как я вам уже неоднократно сказал, 80% жилья распродано. Находится на территории Москвы комплекс, поэтому продажи идут очень хорошо. В тот же самый момент, я вам напоминаю, что в описании к этому ролику остаются ссылки, где мы снимали исключительно про недвижимость на окраине, вот с точки зрения, Южный административный округ Царицыно. Я вам показывал, рассказывал там про квартиры, про заброшенные комплексы жилищные, которые не достроили. Я вам показывал жилье 5 километров от МКАД, где в два раза цены будут ниже в подобных жилищных комплексах. Но там доехать утром до ближайшей станции метро, это полтора-два часа по пробкам. Люди там живут, все классно, все довольны, но трафик это просто пипец. При этом я помню, что многие написали, да я бы за такие деньги купил бы себе за городом бы дом и жил там. И мы и про это снимали, я вам показывал, рассказывал. Сказали следующее, что 100 километров от Москвы дом, да нафиг он нужен, это дыра, ездить в Москву. В общем, что ни снимай, постоянно будут те, кто скажет, что далеко, близко, дорого, дешево. Принимайте решение самостоятельно. Знакомьтесь, Екатерина живет в этом доме. У Екатерины есть сын Артемия, который только что нам давал интервью. И еще есть дополнительный маленький ребенок. Это у нас девочка. Как Каролина. Каролина. Екатерина, расскажите, пожалуйста, вот вы переехали сюда с другого района. Почему вы выбрали вот эти новостройки? Почему вы не купили, например, квартиру в старом доме, но побольше? Она же, по идее, там была бы и подешевле. Здесь же квартира, в принципе, не дешевая. Почему вы этот район выбрали? Хотелось что-то новенькое, плюс нам ближе по направлению к даче. Северный район, он получше по экологии, если сравнивать. И цена, на самом деле, не такая была высокая. Сравнение с другими новостройками очень даже приемлемое. Хорошо, все новое, все яркое. Как правило, всегда одни плюсы, минусы какие-то. Есть жилья? Возможно, ремонт сейчас делают люди, там звук слышно или что? В принципе, звук-то понятно, в новостройке это всегда будет. Ну, в принципе, мы нормально и спим, и на это не реагируем. Минусы только в управляющей компании. А в управляющей компании что-то? В управляющей компании обещает многое не делает, с ними бодаемся, так скажем. А в остальном, нет, нас устраивает. Планировка устраивает, ремонт мы делали сами, поэтому нас устраивает. Но тот, кто покупал квартиру с ремонтом, ремонт не очень хороший. То есть, они пытаются переделать. Ну, здесь вы должны понимать, правильно, друзья? То есть, на самом деле, в новостройках, реально, лучше всего покупать квартиру без отделки и уже делать все самому, чтобы ты все сам знал. Это стандартное явление, но есть люди, которые берут уже с отделочкой, да? Ну, это кому-либо на продажу или на сдачу, либо те, у кого просто надо, необходимо въехать быстро. И это хороший вариант, когда надо переехать, и ты сразу живешь, только мебель завез. В принципе, нормально, но для нас подходил вариант все-таки снимать. Екатерина, а расскажите такой важный момент с парковками. Вот я знаю, что в этих домах парковочные места сейчас стоят полтора, а то уже даже и два миллиона рублей. Вы покупали или вы ставите на улице машину? Нет, мы покупали, но мы не успели под нашим корпусом, чтобы на лифте спуститься. Мы купили под другим корпусом. Соответственно, так тоже можно. То есть я правильно понимаю, что парковочные места стоят полтора-два миллиона, и вы не успели купить, потому что они все распроданы? На тот момент, когда мы покупали, они стоили 800 тысяч, 900 и миллион. Лично мы около миллиона уложили. Сейчас они подороже, и может быть, конечно, никто уже и не берет, этого я уже не знаю. Но, по крайней мере, обещают охрану, уборка места. И вроде как, зная, какие здесь проблемы с парковкой, вариантов не остается, как все-таки взять парковку. Ну, в любом случае, вот вы сколько здесь уже, два месяца живете? Ну, около того. Строитель сидит постоянно? То есть нет такого, да, что там кто-то сидит, ничего не делает? Нет, здесь точно нет. И в окно мы видим, как последние первые корпуса достраиваются за вот этими домами, сейчас не видно. А они строятся постоянно, кран работает, и уже стилобат развели. Жильцы не жалуются, что что-то не движется? Нет, в этом плане вопросов нет. Вот здесь мы, застройщик надежный, в этом плане, да. Да, поэтому мы еще, вот одна причина, то, что мы взяли здесь, это вот застройщик. Например, вот ЖК город рядом, мы, не знаю, антиреклама, это будет или нет. Вы говорите, как есть, у нас цензуры нет, если там жалуются все, значит так жалуются. Все жалуются, там невозможно поставить квартиры на кадастр и, соответственно, прописаться, бедные люди мучаются. В целом, по пятибалльной шкале, спустя два месяца, как вы здесь живете, оценка? В общем, по домам, по квартирам. Ну, вообще, вот жизнь, все, что здесь есть, вот на данный момент. Мне комфортно, я бы пять поставил. А если отмотать время на два месяца назад, вы бы еще раз купили бы здесь квартиры, или бы вы... Больше вариантов нам никаких не подошло, и по внешнему мне нравится, и парк рядом, я довольна. Ну да, тем более, как здесь я вам показывал, уже рассказывал, все это будет застраиваться, облагоустраиваться. Здесь и пруды есть рядом, и парки будут. Ну, на самом деле, круто. То есть, я думаю, цены квартир будут только расти, то есть, с точки зрения инвестиций даже, это очень хорошее вложение. Ну, у нас многие покупают цены. Вот так вот, друзья, в стране кризис, а многие покупают квартиры, вкладывают, делают, задают их в аренду. В любом случае, вам спасибо за интервью. И вам спасибо. Ребята, вам спасибо, не замерзайте. До свидания. До свидания. Кто здесь? Здравствуйте, друзья. Трехкомнатная квартира, 90 квадратных метров. Площадь этой квартиры, ценник этой квартиры, друзья, 16 миллионов 200 тысяч рублей, без отделки. Приглашаю вас, заходите. Смотри, вы заходите, вот такой у нас большой холл получается. Это трехкомнатная квартира. По прямой у нас, получается, идет ванна, которую можно сделать там с туалетом, то есть, санузел, простыми словами. С левой стороны у нас будет одна комната и у нас будет вторая комната. Смотрите, вот вторая комната реально очень круто сделана, потому что она вот с угловым таким окном. Очень светлая комната. Но здесь, можно сказать, знаете, есть свои плюсы, свои минусы. В первую очередь, это вид, да. То есть, ты подходишь, ну, реально, все светло, все видно, все хорошо. Но в тот же момент, вот, ты видишь своих соседей, кто-то скажет, а мне не нравится, потому что ходишь там дома в трусиках, ну, могут увидеть. Жалюзи повесил, вопросов нету. То есть, квартира, на самом деле, очень большая. Опять же, ну, не стоит забывать о том, что сейчас здесь нет никакой мебели. Соответственно, когда она будет постоять, то есть, пространство станет чуть поменьше. Но, вот что мне нравится больше всего. Получается, у нас, условно, это еще одна комната и здесь у нас идет кухня. Не знаю почему, но мне прям постоянно хочется сломать стены, чтобы сделать одно такое большое пространство. Потому что, вот так вот ты заходишь, да, кухня, но маловато места. Особенно, когда там жена твоя одна готовит. Либо ты пришел, сел, где-то здесь вся телевизор висит и такой котлетку. А когда можно все сломать, то есть, пространство будет больше, будешь себя чувствовать более комфортно. Пойдемте, я вам покажу еще балкончик. То есть, здесь, смотрите, еще один идет санузел. То есть, его можно использовать под туалет, например, там, либо там, руки мыть. Умывальник поставить. Здесь у нас идет еще одна дополнительная комната. Балкончик здесь довольно-таки большой. То есть, он больше, чем в двухкомнатной квартире. Он также угловой. То есть, сама по себе планировка этой квартиры уже значительно лучше. Ну и ценник, соответственно, значительно выше. Практически на 5 миллионов рублей. Вот такая картина. Мы находимся на 8 этаже. То есть, ты вышел, площадка, вот тебе, пожалуйста, магазин. Там, ага, посмотрел. Хлебушек свежий подвезли. Пошел покупать. А вот в Москве плохая экология. Самый частый комментарий, который могу встретить к таким роликам. И очень смешно это слышать от людей, вообще курящих. Друзья, что я вам хочу сказать. Вот такие микрорайоны. Это, по сути, город внутри города. Жилищный комплекс, на территории которого есть все. Детские сады, школа, супермаркеты. Рядом строится огромнейший просто-напросто торговый центр, в котором будет все. Кинотеатры, магазины. В общем, друзья, здесь делайте выводы самостоятельно. Как бы мы с вами не спорили, не говорили о том, что цены очень высокие, я сам, честно говоря, в шоке от цен на недвижимость. Тем не менее, вот вам, пожалуйста, фактический факт. Практически все квартиры в этом комплексе распроданы. Я думаю, в процессе ближайшего года, 2020, продадут все. Друзья, наш ролик с вами подходит к концу. Что я хотел вам показать этим видеороликом. Вот вам, пожалуйста, для сравнения жилье в Москве Comfort Plus. Как это выглядит, сколько это стоит. И самое главное, на удивление, квартиры продаются, жалоб нет. Все строится, активная стройка, застройка идет. И по Москве таких комплексов очень много. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Напишите те, кто, возможно, здесь живет, кто, возможно, живет в подобных комплексах. Какие вы видите плюсы, какие вы видите минусы. На мой взгляд, это одно из плюсов. То, что это все, естественно, новое, что все это застраивается, все это свежее, современное. Из минусов, ну, то, что сейчас везде будут происходить ремонты. Возможно, вы будете слышать чаще звук перфоратора. Что сейчас пока все застраивается, это пыль, грязь. Но, в принципе, это год, два, три. Все, дальше он будет обживаться. Здесь будет становиться все больше и больше людей. В любом случае, я вас всех приглашаю в комментарии. Высказывайте ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Потому что там выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите ваши советы, что нам снять по подобной тематике. Мы будем продолжать. До новых встреч. Всем пока-пока.